Выпускной наряд – специфическое направление вечерней моды. Это всегда баланс традиций, тенденций и компонентов индивидуальности. Именно поэтому в семьях выпускников данной теме уделяют очень много внимания. Поскольку выпускное событие летнее, поэтому цвета стоит выбирать более легкие, нежные, пастельные, такие, какие мы носим в летний сезон. В нынешнем сезоне в моде пудровые оттенки, разбеленные желтые, вся палитра голубого цвета. Как всегда, фаворитом является белый цвет, который будет максимально освежать, будь то это маленькая девочка или девочка взрослая. Тема выпускного связана не только с окончанием школы. Переход в новую жизнь торжественно отмечают и в вузах, и в детских садах. А это, в свою очередь, предоставляет дизайнерам еще больше пространства для творчества. Сейчас очень интересная тенденция в детских садах проводить тематические вечеринки. То есть это не просто классический выпускной вечер, это может быть вечеринка в стиле стиляк или какая-то джинсовая. Следовательно, здесь большой простор и для фантазии, и в плане обуви, и прически. Сохраняя градус праздничной одежды, образ будет просто более креативным и интересным. Что касается школьного, выпускного, это мероприятие протяженное во времени. Оно состоит из нескольких частей, и к каждой из них надо быть готовой. Очень хочется усидеть на всех стульях. Поэтому в данном случае выпускница может пойти по пути наименьшего сопротивления и придумать образ трансформер. Когда на торжественную часть, к платью футляр, к примеру, из кружева, пристегивается юбка из сетки, и уже вечером, когда становится прохладно, добавляется косуха или короткая куртка. И, как правило, если такие манипуляции производить, это хороший способ в течение вечера выглядеть по-разному. Выпускной праздник – это сложная тема, и чтобы она стала модной, потребуется уделить ей максимум внимания. Советы экспертов, самостоятельное изучение тенденций, а также свои эстетические представления, помноженные на интуицию – все это стоит подключить к выбору платья, прически, мейкапа, обуви и аксессуаров.